В эфире телевидение Крэй ТВ, в студии работает Ксения Лепихина и вот о чем пойдет речь в выпуске. На радость самым маленьким в Казаево будет обустроена детская площадка. Вы предпенсионер? Получите льготы. В Кунгурии может появиться новый сквер семьи, любви и верности. В этом году в Прикамье появится 71 детская и спортивная площадки. Объекты построят в 27 территориях края, в том числе и в Кунгурском муниципальном округе. Детский комплекс появится в деревне Казаево. В деревне Казаево из 400 жителей 60 дошкольники и школьники. А игровой комплекс – старые качели-турники. Летом в деревню приезжают семьи дачников. А из всех развлечений молодежи – это сбивать крапиву палкой, догонять мяч на футбольном поле. Потому что до ближайшей детской площадки 4 километра. Находится она в поселке Иргач. Вот казаевцы и решили воспользоваться проектом инициативного бюджетирования и построить свою. Здесь у нас появится игровой комплекс полубашня с канатом, появится рукоход, различные качели, балансиры, лавочки-скамейки. Глава поселения сам вырос и живет в Казаево и не скрывает своих эмоций. У меня тоже есть дети. Сейчас, конечно, они выросли. И в то время, когда они были маленькими, очень не хватало этого. Нам приходилось ездить в другой населенный пункт, чтобы дети играли там. То есть они выходили на площадку, играли. Я сидел в машине, ждал час, что дети. Этого часа мало, они не наиграются, но ехать-то уже надо. Вот приходилось забирать и уезжать. Вот теперь будет детская площадка, другим взрослым с детьми будет уже лучше, интереснее жить. Идея постройки комплекса пришла еще в 2019 году. С первого раза проект не прошел. Но жители продолжили свою инициативу и уже в начале мая ребятишки смогут кататься на новых горке и качелях. Проект общей стоимостью 200 тысяч рублей реализован при поддержке из бюджета Пермского края. 180 тысяч выделит регион, 20 тысяч уже собрали жители. Начали активно собирать то, как может, сколько. Вот и городские участвовали, и все жители потихоньку, помаленьку. То, как может. Место для площадки выбрано не случайно. Около Дома культуры отдыхают всей деревней. Весной жители вместе высаживают цветы, летом проводят здесь праздники. А теперь и просто без повода. Можно будет прийти и поиграть с ребенком. Идея инициативного бюджетирования настолько понравилась казаевцам, что они готовят новый проект по переносу памятника героям Великой Отечественной войны. Да и облагородить его не мешает. И теперь каждый житель знает, что красивая и комфортная деревня – это в первую очередь их инициатива. И в продолжение темы благоустройства. В Кунгурском округе определены две общественные территории для голосования на Всероссийской платформе, в ходе которого жители смогут расставить приоритеты на 2022 год. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в Кунгуре на месте пустыря у церкви Успения Богородицы может появиться новый сквер семьи, любви и верности. Напомним, идея создания такого общественного пространства прозвучала от жителей в рамках первого конкурса «Идей по созданию проектов благоустройства территорий общего пользования». Голосование за список первоочередных территорий для благоустройства пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе «Загород Среда.ру». Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком объектов для голосования, затем войдите через госуслуги или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации вашей данной. Выберите из списка общественную территорию или дизайн-проект благоустройства, который, по вашему мнению, должен быть благоустроен в первую очередь. Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения голосования. Федеральным законом о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсии введено понятие «предпенсионный возраст». Для граждан этой категории с 1 января 2019 года установлен ряд льгот и мер социальной поддержки федерального и регионального уровня. Еще раз напомним о них прямо сейчас. К федеральным отнесены льготы по уплате имущественного и земельного налогов. Льготы связаны с ежегодной диспансеризацией, а также гарантией трудовой занятости. Так, для граждан, претендующих на назначение пенсии по старости на общих основаниях, для женщин налоговые льготы предоставляются при достижении возраста 55 лет, для мужчин – 60 лет. Речь идет о льготах по налогу на землю и налогу на имущество. Для того, чтобы ими воспользоваться, не нужно ходить в пенсионный фонд, не нужно получать справку о том, что они имеют статус предпенсионера. Для этого просто нужно заявиться в налоговую инспекцию, и налоговая инспекция по электронному взаимодействию сделает запрос в пенсионный фонд, и статус предпенсионера утвердится. Если говорить о диспансеризации, то важно отметить, предпенсионеры имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации. Что нужно для этого? Вот здесь немного отличие от льгот по налоговому кодексу. Здесь статус предпенсионера идет раньше на 5 лет, чем возраст выхода на пенсию. Если в этом году у нас для женщин возраст выхода на пенсию 58 лет, то в этом году у нас статус предпенсионера, то, что касается диспансеризации, то, что касается центра занятости, они приобретают уже в 53 года. Для мужчин возраст выхода на пенсию у нас в этом году 63 года. Естественно, статус предпенсионера они получают на 5 лет раньше – это 58 лет. Здесь что нужно сделать? Для того, чтобы пройти вот эти дни диспансеризации, работодатель заключает соглашение электронное с пенсионным фондом и по заявке застрахованного лица, то есть работника, который пытается воспользоваться этой льготой, работодатель делает соответствующее заявление по электронным каналам связи, и пенсионный фонд опять же подтверждает статус предпенсионера для того, чтобы получить льготу по диспансеризации. Относительно занятости граждане предпенсионного возраста могут рассчитывать на более высокую максимальную величину пособия по безработице и более длительный срок его выплаты. Заказать справку о статусе предпенсионера можно на сайте пенсионного фонда в личном кабинете. Если у застрахованного лица, который желает получить справочку, нет регистрации на сайте госуслуг, а сайт госуслуг автоматически дает регистрацию на сайте пенсионного фонда в личном кабинете, пенсионный фонд МФЦ проводит данную регистрацию, проводит подтверждение учетной записи. Причем в пенсионном фонде эта услуга предоставляется без предварительной записи. То есть на личном приеме в онлайн режиме вы получите доступ к своим личным данным на сайте. На днях состоялись соревнования в рамках фестиваля спорта среди педагогических коллективов. Участниками состязания стали 13 команд. В программу вошли дарт, стрельба из пневматической винтовки, прыжок в длину с места, сгибание рук в упоре, наклон туловища, вперед со скамейки, командный челночный бег. В итоге среди средний школу победу одержал коллектив комсомольской среди основных образовательных организаций лидерства Умазунинской школы. Самое спортивное структурное подразделение – Комсомольский детский сад. Завершение выпуска. Правовой вестник. Контролирует ли кто-то исполнение осужденными обязанности пройти лечение от наркомании и социальную реабилитацию? В соответствии с статьей 72-й прим. 1 Уголовного кодекса РФ, лицу при назначении основного наказания может быть установлена обязанность пройти лечение от наркомании. Такая обязанность возлагается в судом в том случае, если у лица по заключению судебно-психиатрической экспертизы установлено наличие диагноза «наркомания», установлено, что он нуждается в прохождении противонаркотического лечения, а также у лица отсутствуют такие противопоказания для прохождения лечения. Исполнение обязанности контролирует Уголовная исполнительная инспекция, в которой осужденный становится на учет. Кроме того, следует знать, что если лицо к приговорам суда, на которое возложено прохождение антинаркотического лечения, не исполняет такую обязанность, то за это существует административная ответственность, предусмотренностью 6.9.1 Кодекса об административных правонарушениях. В таком случае на лицо может быть возложено наказание в виде административного штрафа, но наиболее суровым наказанием является административный арест сроком до 30 суток. В Кунгуре начался весенний паводок. Аномально теплая погода ускорила снеготаяние в городе и верховьях рек Сылова и Ирень. Это закономерно вызвало подъем уровня воды. Плюсовая температура воздуха ускорила и освобождение река от льда. Ледоход в этом сезоне продолжался буквально два дня. На сегодня отмечается подъем воды во всех реках муниципального округа. С сообщением Управления гражданской защиты населения водомерные линейки на Сылвии еще не начали отсчитывать подъем воды. Здесь паводок пока не достиг отметки 0 по 100. А в Ирении точка отсчета уже скрылась в мутной воде. На сегодня общий подъем около 150 сантиметров. За сутки он не изменился. Водомерные линейки начали работать. То есть специалисты эту ситуацию отслеживаются. И, соответственно, передвигаются каждый день в главном районе МЧС России и в Центр управления перестанут ситуацию. Реки в Пригороде также набирают силу. Бабка поднялась на 170 сантиметров. Но возможность переправы по обоим мостам пока не ограничена. В случае подъема воды выше автомобильных переправ, ограждение на них будет снято для беспрепятственного прохождения паводка. Кроме того, в поселениях, где будет затруднен доступ служб экстренного реагирования, разместят дежурный автомобиль пожарной охраны. Прогноз по паводку тем временем не вызывает опасений. Аномально высокого уровня воды в этом году не ожидается. Однако, как и прежде, все службы работают на опережение и находятся в состоянии готовности. Волонтеры проекта «Создание комфортной городской среды» встретились, чтобы обсудить вопросы, связанные с проведением голосования, наметить план работы с населением. Кунгур участвует в программе уже 4 года. Город Кунгур с 2018 года принимает участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Данный проект нацелен на обустройство общественных территорий в населенных пунктах. Благодаря проекту в 2020 году была благоустроена набережная площадка возле арт-объекта «Пубземли». Появилась ротонда, смотровая площадка, зона отдыха со скамейками. В 2021 году по результатам голосования площадкой для благоустройства выбрали лестницу по улице Советской у Тихвинского храма. Сейчас у жителей есть возможность выбрать объект на 2022 год. Им может стать возрождение фонтана в микрорайоне Черемушки или обустройство сквера «Семьи, любви и верности» в Лизе Успенской церкви. До 2014 года там располагался мини-рынок «Сылвинский мост». С того времени место пустует. Если большинство проголосуют за этот объект, то в центре города появится еще один сквер. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махунина, участие в проекте – хорошая возможность улучшить качество жизни в территориях. Создание комфортной городской среды – одна из наших приоритетных задач. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории Прикамья за 4 года обустроено 1658 дворов и 424 общественных пространства. В этом году мы планируем благоустроить еще 245 объектов. Хочу отметить и поблагодарить муниципалитеты, которые включились в проект. Жители Пермского края призывают активно участвовать в голосовании. Именно ваше мнение определяет, какой из объектов будет реконструирован в первую очередь. Важную помощь в определении приоритетного места окажут волонтеры. Они помогут в процессе голосования и расскажут об объектах возможного благоустройства на следующий год. Главная задача волонтера – донести важность участия в голосовании, потому что это напрямую зависит от жителей. Если население не отреагирует на эту возможность и не отдаст свой голос, мы можем упустить этот шанс, сделать наш город более комфортным, более красивым. Жители 12 территорий Прикамья сами смогут определить объект благоустройства на 2022 год. Для этого нужно принять участие в голосовании. Для того, чтобы один из двух проектов был реализован, необходимо, чтобы за него проголосовало как минимум 10 600 человек. Точки стационарные определены две. Это МФЦ, Советская 26, и соцзащита – это Карла Маркса 10. Но в МФЦ предполагается, что будет стационарный компьютер, и человек на месте сможет проголосовать. Волонтер ему окажет в этом помощь. Проголосовать за объект благоустройства можно и в онлайн-формате. Для этого нужно перейти по QR-коду с баннеров, установленных на улицах города, или сразу на сайт за.городсреда.ру. Для регистрации необходимо указать имя, фамилию, номер телефона или зайти с помощью госуслуг. На сайте можно узнать подробную информацию о самом проекте «Формирование комфортной городской среды» и найти примеры уже благоустроенных объектов. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. Важно отметить, что проголосовать могут все желающие, достигшие 14-летнего возраста. Общественный совет по здравоохранению Кунгура вновь объявляет о начале конкурса среди медицинских работников за доброжелательное отношение к людям. Выбирать достойнейших представителей своей профессии можно будет по двум номинациям – «Лучший фельдшер» и «Лучшая медицинская сестра». Победители по традиции выберут пациенты путем СМС-голосования. Для того, чтобы отдать свой голос за любимого врача, в сообщении необходимо указать фамилию, имя, отчество, должность и место работы кандидата. Итоги конкурса за доброжелательное отношение к людям станут известны 20 июня в День медицинского работника. Тогда же и наградят победителей. Организаторы отмечают, номинация «Лучший врач» в этом году вынесена в рамки другого конкурса, о котором общественники объявят отдельно. Партнером мероприятия, проводимого уже в седьмой раз, является почетный гражданин города Кунгура и почетный попечитель Кунгурской больницы Татьяна Высоцкая. Призываем вас быть активными и отдать свой голос самому достойному кандидату за его доброжелательное отношение к людям. Номер телефона указан на вашем экране. В понедельник 12 апреля в краевой столице под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялось заседание штаба по обеспечению экономической стабильности и Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Вместе с предпринимательским сообществом региона здесь рассмотрены вопросы о продлении мер поддержки бизнеса в Прикамье, предусмотренных на текущий год. Ранее с этой целью актуализирован и доработан онлайн-сервис «Налоговый навигатор для малого бизнеса». С вступительным докладом совещание начал министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. Число индивидуальных предпринимателей выросло с 5000 в 2019 году до более чем 24 тысяч человек в 2020 году. Количество выданных патентов также увеличилось практически с 7 тысяч до 37 тысяч в 2020 году. В этой связи поступления в бюджет Пермского края возросли более чем в два раза и составили около 234 миллионов рублей против 108 в 2009 году. В прошлом году из-за распространения коронавирусной инфекции и последующих ограничений многим отраслям бизнеса правительством Пермского края была оказана помощь. Как подчеркнул в своем докладе Эдуард Соснин, сегодня многие ограничения сняты, однако некоторым направлениям предпринимательской деятельности оказать поддержку все же необходимо. На сегодняшний день это чуть больше 10 отраслей, среди них и социально значимые, такие как, например, образование и здравоохранение. На представленных графиках легко прослеживаются все изменения за прошедшие и текущие годы. Если посмотреть на отрасли, по которым было принято решение о продлении пониженных ставок ОСН, мы видим, что четкой положительной тенденции выручки у них не наблюдается. И, что намного важнее, происходит некое сокращение субъектов МСП. В принципе, мы данные можем получить и проанализировать по любому АКВЭДу, поэтому, Олег Михайлович, если у вас есть запросы от предпринимателей или от торгово-промышленной палаты по поводу состояния той или иной сектора экономики, то мы готовы эти данные предоставить. Помимо прочего, здесь представлены инвестиционные паспорта, разработанные сразу для нескольких территорий Пермского края. Благодаря им инвесторы смогут видеть не только перспективные ниши для развития бизнеса, но и готовые к реализации инвестпроекты. На сегодняшний день Агентство инвестиционного развития Пермского края разработало паспорта еще в 11 муниципальных образований региона. А уже до конца этого года они будут разработаны на всей территории Прикамья, отметил министр. Проект строится не только на анализе статистики, но и на общении с бизнесом, с администрацией. Перевочередной задачей является формирование перечня новых проектов, ниши для инвестирования для кооперационных проектов местных предпринимателей, а также для проектов развития, расширения производственных мощностей уже существующего бизнеса. Особо важным считаем развитие команд муниципалитетов, прокачка их софт и hard skills для выстраивания работы с инвесторами и продвижению своей территории. В результате проведенной работы для округов и образований выявлены ключевые компетенции, определены ресурсные возможности, сформирована география реализации продукции и многое другое. Таким образом, для территории разработано полусотни инвестпроектов под ключ с объемом инвестиций более полутора миллиардов рублей. Работа по созданию паспортов показала, что при успешном использовании полученных данных инвестиционный потенциал территорий может быть значительно увеличен в ближайшие четыре года. Глава пилотного Нытвинского городского округа Ренат Хаэрдинов рассказал о практическом опыте применения профиля. Всего в ходе разработки инвестпаспорта было отобрано 95 инвестиционных идей, которые были ранжированы на максимально привлекательные, рекомендуемые к реализации и проекты со средним и низким потенциалом развития. 21 идея получила зеленый цвет к развитию в рамках первой очереди действий. В настоящий момент три бизнес-идеи уже реализованы и два проекта находятся в активной стезе. Резюмируя, я хочу сказать, что действительно рабочий инструмент, он актуален для муниципалитета и есть с чем работать в сегодняшний день. В числе обсуждаемых вопросов присвоение статуса приоритетный ряду инвестиционных проектов. Свои доклады представили несколько крупных организаций при Каме. Члены совета поддержали инициативу ООН «Исли России», агропромышленного комплекса «Красава» и акционерного общества «Газ-холод-технология». Теперь у них появятся льготные условия для реализации своих идей, а также административное сопровождение проекта со стороны Агентства инвестиционного развития Пермского края. Продолжение следует... Продолжение следует...